Трамп не наш Кто пошел против новоизбранного президента США Игра на протестное опережение На кого СБУ уже списала грядущие акции неповиновения в Украине Деньги с неба В каких махинациях НАБУ обвиняет самого крупного перевозчика Украины Меркнет свет в конце безвизового туннеля Об этом сегодня сообщил брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвет По его словам, я процитирую, отмены виз раньше февраля-марта следующего года ждать не стоит Он объясняет про буксовку длительностью процедуры согласования механизма при остановке безвиза Послушайте Я раньше высказывал предположение, что безвизовый режим для Украины и Грузии будет введен в январе Но сейчас дипломаты заявили, это маловероятно Учитывая, что до сих пор не принят механизм при остановке безвизового режима Этот механизм еще обсуждается парламентом и советом И я не думаю, что работа завершится на следующей неделе Скорее всего, это произойдет в конце ноября В начале декабря Тем временем, виновных в возможной задержке с безвизом в СБУ уже разыскали За всем этим снова Россия Мол, планируют не только границы с Европой для украинцев закрыть Но и ситуацию в стране дестабилизировать В службе безопасности утверждают Расшатывать Киев начнут аккурат 15 ноября На всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков 17 ноября продолжат на тарифных акциях И за спинами обманутых будет стоять, конечно же, Кремль Оказывается, по расчетам Москвы Все это должно перерасти в блокирование правительственных структур Массовые беспорядки и потасовки с правоохранителями Заявляют в службе безопасности Списывают на русский след и возможные внеочередные парламентские выборы И попытки через облсоветы провести решения о договорных отношениях с Кабмином А вот обманутые вкладчики банка Михайловский на акции протеста Выходили уже не единожды и требовали вернуть им кровные сбережения Которые фонд гарантирования вкладов выплачивать отказался Последний раз жертвы банковской аферы приезжали в Киев неделю назад И следующую акцию планировали как раз на 15 ноября Но вот пойдут ли на митинг теперь неизвестно Сегодня с вкладчиками встретился Петр Порошенко Заверил, что уже внес в парламент законопроект о защите их прав В документе разработанном НБУ фондом гарантирования вкладов физлиц, Минфином и правоохранительными органами Прописан механизм возврата вкладов В частности, после изучения каждого депоситного договора и разработки порядка выплат Фонд гарантирования должен будет вернуть людям деньги Также президент пообещал Все, кто был задействован в сомнительных схемах, будут наказаны Зараз при вас Я, користуючись своим конституционным правом законодавчой инициативы Подпишу цей закон, внесу его в парламент Визначу его как невидкладный Звернусь до парламентарев с проханием в вівторок Поставить его на голосование и проголосовать Пять дней без еды горняки шахты в Нововолынске требуют вернуть им зарплату Чего добились и как им удалось продержаться на одной воде С шахтерами разговаривала Галина Якушко Пятый день голодают работники шахты номер 10 в Нововолынске Живут вот здесь, в вестибюле шахтоуправления Спят на деревянных скамейках И все это время они ничего не едят и пьют только воду Все из-за трехмесячной задолженности по зарплате А это 7 миллионов гривен Доведенные до отчаяния горняки с горечу говорят и о будущем предприятия Мол, шахта номер 10 вечный долгострой Работы начали 27 лет назад Но до сих пор в эксплуатацию так и не сдали В понедельник голодовку начали 50 человек Пять дней не принимать пищу смогли только 17 Комусь тиск вверх идет, комусь вниз Это, ну, тяжко это обходится, это голодование Шахтеры находятся под постоянным наблюдением медиков Врачи констатируют, с каждым днем их состояние становится все хуже Некоторым необходима срочная госпитализация Мы даем лекарскую помощь и отправить их в лекарню Или домой, они совсем не соглашаются на это А что, каже, поеду домой, дома голодные дети, женщина Как пояснить дружине и семье, где я был и чего я, какие вопросы я решила Сегодня к голодающим присоединились еще 7 работников предприятия Еще во вторник министр энергетики обещал, что задолженность вернут до конца недели Теперь, по словам директора предприятия, сроки переносятся Обещаю, что будут гроши, если не сегодня, то понедельник Обещаю, что будет засерпание и вересень Обещаниям руководителей шахты и министра горняки не верят Ждут до понедельника, потом, говорят, соберут самых стойких и поедут в Киев Продолжат голодовку там Кстати, акции протеста на Баволынские шахтеры устраивают не впервые В конце октября они перекрывали таможенный пункт пропуска Ягодын на границе с Польшей Требования были те же, отдать заработанные Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интер, Волынская область Михаил Саакашвили создает новую партию Экс-губернатор Одесской области рассказал о критериях отбора в полицилу В список не смогут попасть те, кто был больше одного срока в Верховной Раде Или проработал более 2-3 лет на должности в исполнительной власти Политик подчеркнул, они будут помогать бизнесу Однако не допустят его присутствия во власти В ближайшее время Саакашвили собирается ездить по регионам, чтобы вести переговоры с народом А не с представителями политикума Целью нашей является смена теперешней существующей так называемой политической элиты А на самом деле парыг и отброса общества Нашей целью является досрочные парламентские выборы Максимально быстро Шатые сроки Вчера СБ уже пришло По областной администрации Через несколько часов по подписанию указа После подписания указа Изнимать все мои последние распоряжения Флаги им в руки Смену политической элиты продолжают больно переживать США На американских улицах появились тетушки После избрания Дональда Трампа страну захлестнула волна протестов Например, в Кливленде акции уже переросли Массовые беспорядки Многие вышли на улицы в искреннем порыве Но СМИ сегодня выяснили Часть акций все же проплачена Во что выльются уличные протесты И как на них реагирует сам Дональд Трамп Дмитрий Анопченко об этом Портланд, штат Орегон Этой ночью центр города напоминал декорации из голливудского боевика Горящие мусорные баки Разбитые витрины магазинов Разгромленные машины Толпа забрасывает полицию кирпичами с соседней стройки Силовики в ответ применяют слезоточивый газ А затем и открывают огонь Используя резиновые пули Что показательно Все начиналось довольно мирно Просто с демонстрации Но затем, как пишет местная пресса К протестующим присоединились группы людей С закрытыми лицами И акция стала совсем другой Полиции даже пришлось подтянуть в центр города Машины с громкоговорителями Предупреждая жителей о том, что им стоит десятой дорогой обходить этот район Протестами также охвачены Филадельфия, Даллас, Миннеаполис А это Нью-Йорк Здесь все куда спокойнее Но у Трамп Тауэр Башни, где был штаб нового президента И где находится его личная квартира Который день протесты В основном сторонники Клинтон Большинство женщины Эта компания настолько разделила Америку Что многие теперь просто не готовы Смириться с тем, что их кандидат Хилари проиграла У меня есть дочери Я беспокоюсь о мире, об экологии И хочу, чтобы мир был лучше Я никогда не думала, что со мной такое произойдет В моем-то возрасте Думаю, люди хотят почувствовать, что они не одиноки Тут много тех, кто просто боится отката назад Сам Трамп называет происходящее несправедливым Написал у себя в социальной сети Мол, на митинги сейчас выходят профессиональные демонстранты Которых подогревают СМИ Прозрачно намекая, что это его политические оппоненты Которые формально признали поражение И призвали вместе работать на благо страны В то же время у него за спиной раздувают протесты Это можно было бы счесть попыткой Отмахнуться от недовольства людей Но телекомпания Fox News раскопала доказательства Есть те, кому действительно платят Журналисты на популярных форумах и досках объявлений Нашли предложение постоянной работы Митинговать против Трампа за деньги Судя по последним заявлениям, команда Трампа Рекомендует ему не проявлять слабость И не обращать внимания на протесты По крайней мере, один из ближайших советников Нового президента Руди Джулиани В телеинтервью назвал протестующих Кучкой плакс И заявил, Трампу просто нужен год Чтобы показать все Америке Он способен изменить страну По-видимому, команду Трампа впечатлило То, насколько быстро многие в Америке поменяли свое мнение Всего лишь за эти несколько дней Как пишет сегодня влиятельная газета «Политика» Со ссылкой на ближайшее окружение нового президента Америки Коллеги-республиканцы, которые выступали против него Которые агитировали против Которые даже в день голосования демонстративно говорили Мы за Трампа не голосовали Сейчас звонят и просят должности в новой администрации Или робко интересуются, нет ли лишнего билетика на инаугурацию Точно так же поменяли роли или маски Кто уж там знает, голливудские звезды Роберт Де Ниро, который в разгар кампании Даже ролик в интернете вывесил Мол, намерен с удовольствием ударить Трампа по лицу Сегодня срочно взял свои слова назад Мол, погорячился, с кем не бывает Он ведь теперь президент И нужно уважать это назначение Причем выглядело это столь же искренне Как и в тот момент, когда Де Ниро искренне возмущался Трампом И, по всей видимости, чем ближе момент, когда Трамп окажется в Белом доме Тем больше на телеэкранах окажется претендентов на Оскар за лицемерие Напомню, до формальной смены власти в Соединенных Штатах остается ровно 70 дней Инаугурация назначена на 20 января Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер Не помогал ли Фейсбук победить Трампу на выборах? Американские обозреватели обвинили соцсеть во влиянии на предвыборную кампанию Мол, именно фальшивые новости о Трампе в Фейсбуке принесли ему популярность И помогли в борьбе за президентское кресло Сам создатель сети Марк Цукерберг назвал подобные упреки безумием Тем временем в Европе беспокоятся, что ждет НАТО после избрания Дональда Трампа президентом США И планируют создать собственный оборонный союз Подробнее Татьяна Лагунова Альянс устарел и слишком дорого обходится американскому бюджету Предвыборное заявление Трампа кандидата в Брюсселе слышали хорошо Теперь ждут, что скажет Трамп президент Мы надеемся, что избранный президент США прояснит свои намерения Мы бы хотели знать планы господина Трампа относительно глобальной торговой политики А также относительно НАТО В Брюсселе выражения подбирают, в Берлине не особо НАТО это не бизнес-проект, резко заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен В эфире одного из немецких телеканалов Я надеюсь, что советники Трампа скажут ему, что НАТО это не предприятие Это не тот случай, когда можно сказать Меня не волнует прошлое, меня не волнуют ценности, которые мы вместе представляем Я посмотрю, сколько денег я смогу заработать и будет ли сделка выгодной Так не управляют страной и это не принципы НАТО На Америку надейся, но и сам не плашай Похоже, именно таким будет теперь новый европейский лозунг в сфере обороны и безопасности Европа должна быть в состоянии защитить себя сама В Брюсселе, видимо, решили перестраховаться И снова активно заговорили о создании Европейского оборонного союза А впоследствии и общей европейской армии Политики, впрочем, подчеркивают, организация задумана не как альтернатива НАТО Скорее, как дополнение Если раньше о подобном союзе только говорили, сейчас появились четкие временные рамки На следующей неделе вопрос обсудят министры обороны А в середине декабря проект планируют одобрить на уровне лидеров ЕС Раньше все попытки создания такого союза блокировала Великобритания После Брекзита к возражениям Лондона прислушиваться уже не обязательно Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко Подробности Европейское, бюро телеканала Интер Избранного американского президента вспоминали сегодня и в Брюсселе Там встречаются главные европейские дипломаты И хотя саммит посвящен вопросам торговли Понятно, что дипломаты вышли за рамки этой одной темы С последними новостями из Брюсселя София Гордиенко В большинстве стран Старой Европы 11 ноября день окончания Первой мировой, выходной А министрам приходится работать Сесилия Мальстрем, еврокомиссар торговли, приехала в дворец Европы первой и привезла отчет Несколько недель назад в Нью-Йорке у нас было совещание Техническая работа продолжается и я о ней сегодня сообщу министрам Конечно, с новоизбранным президентом мы не совсем понимаем, что произойдет И есть основания предполагать, что будет пауза в соглашении Так как это не самый большой приоритет для новой администрации Предполагается, что новоизбранный президент США может приостановить Принятие соглашения о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве Этот документ со сложным названием позволил бы снизить тариф И устранить регулирующие барьеры в бизнесе между странами ЕС и США Стоит отметить, что не только там против соглашения, против него и европейские аграрии Они опасаются, что вместо европейских товаров займут более дешевые и менее качественные продукты Американских поставщиков Но Мальском намекнуло, у ЕС и кроме США есть серьезные партнеры Как, например, Япония, с которой тоже готовится соглашение о зоне свободной торговли Впрочем, дипломаты люди осторожные, они тщательно взвешивают каждое слово Тем более, пока вообще непонятно, какие отношения ждут ЕС и США Смелее всех оказался вице-премьер Бергия Он сразу после обнародования результата голосования заявил ЕС придется объединяться Нам надо будет сегодня определиться с нашей торговой политикой Особенно после выборов в США Возможно, придется даже защищаться от демпинга Если это будет необходимо Брюссельские бюрократы, затаив дыхание, ждут первых шагов Трампа Ведь до сих пор неизвестно, какие предвыборные обещания собирается осуществить новый президент София Граденко, Василий Трешковский Подробности телеканал Интер Бельгия, Брюссель Но если сильная Европа, которая не стоит перед США с протянутой рукой, думает, как выстраивать отношения с Трампом То что же делать украинским политикам, которые, кстати, очень недвузначно выступали за Клинтон? Уже скоро в черном зеркале вместе с ними и экспертами будем гадать на Трампе, что принесет нам эта неожиданная победа И, к слову, Америка уже начала изучать нашу власть под лупой О том, кто и как будет разыскивать сокрытое имущество украинских чиновников-коррупционеров, рассказал сегодня Артем Сытник Часть этой грязной работы пообещал взять на себя МВФ Там хотят поспособствовать в раскрытии зарубежных активов наших толстосумов По словам Сытника, в Украине нет единого реестра заграничной недвижимости Поэтому выявить отсутствующие в декларациях дома и земельные участки за границей украинским детективам без помощи международных партнеров сложно Я напомню, накануне председатель нацагентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак сообщила МВФ заподозрил украинских чиновников в том, что они скрывают имущество и многое не указывают в декларациях А ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Украина рискует не получить кредит фонда из-за пробуксовки реформ Разбирали по винтику Должностные лица Укрзалезницы годами зарабатывали на ремонте вагонов Кто именно руководил преступной схемой, в СБУ пока не говорят А вот как эта схема работала, уже знает Светлана Шекера Под подозрение попали должностные лица Купенского филиала Укрзалезницы В полиции рассказали о схемах разворовывания государственного имущества Вагоны якобы для ремонта передавали коммерческим фирмам Те разбирали подвижной состав на запчасти, а детали перепродавали Полученные деньги участники схемы прикарманивали Впрочем, лишнюю копейку, вернее лишние миллионы зарабатывали и на реальном ремонте вагонов Подвижной состав приводили в порядок по завышенной стоимости И что интересно, по нашей информации, конечным бенефициаром одной из таких фирм Была дочь одного из высокопоставленных чиновников самой Укрзалезницы Преступная схема бесперебойно работала годами По данным СБУ убытки предприятия составили 30 миллионов гривен В полиции открыли уголовное производство по статье Присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением Вчера провели 10 обысков в офисах и домах фигурантов дела Изъяли 780 тысяч гривен и 16 тысяч долларов США Имен и должностей правоохранители пока не называют Фигурантом дела еще не объявлено о подозрении В самой Укрзалезнице детали тоже не комментируют На официальном сайте есть сообщение о том, что компания всячески содействует следствию Светлана Шикер, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Харьков А в присвоении почти 150 миллионов гривен подозревают руководство МАУ Об этом сообщил руководитель антикоррупционного бюро Артем Сытник Детективы НАБУ провели расследование и установили, что в прошлом и позапрошлом годах Президент МАУ и главный бухгалтер не перечисляли в госпецфонд сбор за перевозку пассажиров и грузов Содействовал этому экс-руководитель госавеослужбы Денис Антонюк, ранее работавший в МАУ По словам Сытника, все материалы переданы в антикоррупционную прокуратуру После их согласования вышеуказанным лицам вручат подозрения Если суд признает их вину, им грозит до 12 лет с конфискацией имущества И сегодня же на официальном сайте МАУ появилось заявление В действиях НАБУ авиакомпания видит, процитирую, прямое давление и нежелание власти урегулировать вопрос уплаты сбора в госпецфонд Путем принятия соответствующих законов О прямом давлении на полицилу заявил сегодня оппозиционный блок Представители НАБУ ворвались в квартиру одного из оппозиционеров Что искали, что изъяли, все расскажет Олег Решетняк Все началось с 7.40 утра В квартиру, где живется председатель политисполкома оппозиционного блока Александр Косянюк Пришли незваные гости Дальше все в лучших традициях Голливуда Детективы НАБУ, группа прикрытия в масках и с автоматами Требование одно, провести обыск в квартире политика Мол, расследуют дело черной бухгалтерии Януковича Ни журналистов, ни народных депутатов помещение так и не пустили Снимать разрешили только с порога Александр Косяк, у которого и проводили обыск, рассказывает Детей напугали до слез, но ничего так и не нашли Обещали еще вернуться Изъяли у меня два телефона моих и планшет Где, я считаю, находится информация касательно партии оппозиционный блок То есть моя переписка И считаю, что эти данные никакого дела к следствию данному не имеют За следственными действиями наблюдал адвокат Максим Дырдин Говорит, срок годности постановления суда об обыске Выданного для НАБУ истек еще вчера И то, что произошло утром, абсолютно незаконно Адвокаты рассказывают, что в неформальной беседе даже детективы НАБУ признались в противоправных действиях Но начальство настояло Директор НАБУ успел даже отчитаться А кроме того, остается большой вопрос Какие такие важные улики семилетней давности могут храниться в изъятых телефоне и планшете Сами же оппозиционеры в действиях детектива видят совсем иное Бумаги какие-то показали о каких-то взятках Кто кому давал, вообще ничего не понятно в тех бумагах, которые показали Это просто такое давление на оппозицию, попытка запугать и не более того Я это связываю только с тем, что политические репрессии против председателя оппозиции только усиливаются Власть катастрофически теряет поддержку населения, поддержку наших людей И прибегают к старому испытанному методу Преследовать оппозицию и устраивать репрессии Как юридически, так и физически Оппозиционный блок намерен обратиться в ГПУ и к начальнику специализированной антикоррупционной прокуратуры С требованием дать профессиональную оценку незаконным действиям детективов НАБУ Олег Решетняк, Иван Ермаков, подробности, телеканал Интер На сайте оппозиционного блока уже появилось заявление Требуют от генпрокурора привлечь к ответственности руководство НАБУ за незаконный обыск Александра Косинюка Политики уверяют, дело против коллеги сфальсифицировано В Херсоне появились экстремисты-мстители Вчера вечером неизвестные напали на первого замглавы облсовета Его зверски избили Вот мэр города отделался, можно сказать, испугом Его квартиру всего лишь попытались поджечь Подробности расскажет Кирилл Ющишин На заместителя главы облсовета напали в 6 часов вечера Около подъезда элитного дома в центре Херсона, где живет чиновник Происшествие, вероятно, засняли камеры видеонаблюдения Но полиция пока об этом молчит, ссылаясь на тайну следствия Говорят, уже собрали группу из самых опытных сыщиков Порушенное криминальное проведение за ст. 121 Криминального культуры Украины Умисное тяжкое телесное ушкоджение Розкрытие данного злочину перебывает на контроле У керевництва главного управления национальной полиции в Херсольской области Он был избит жестоко, неизвестными лицами На сегодняшний день состояние его средней степени тяжести Черепно-мозговая травма относится к тяжелой Вопрос о оперативном вмешательстве пока не стоит Сам потерпевший Василий Зеленчук общаться с журналистами отказался Да и состояние здоровья сейчас не позволяет, говорят, в больнице Зеленчук родом из Иркутской области России В 1991 году переехал в Севастополь Там создал городскую организацию, которая борется с коррупцией В Херсонской области у него был бизнес в аграрной сфере Сюда перебрался после аннексии Крыма Облсовет прошел от радикальной партии Председатель облсовета считает, нападение организовала некая местная мафия Василий Васильевич нещадно борется с рыбной мафией, с лесной мафией И с мафией, которую добывает исток Кто хотел залякать Василия Васильевича, или нас Очень помилился Потому что мы эту борьбу доведем до логичного конца Днем ранее неизвестные также попытались поджечь квартиру Херсонского городского головы Владимира Миколенко Пожар быстро потушили А сегодня, во второй половине дня, местные СМИ получили По электронной почте видеоролик Мужчина в камуфляже, представляясь активистом движения Громада Херсона Берет на себя ответственность за нападение на депутата И за поджог квартиры мэра Владимир Васильевич, это только начало Вам лучше прекратить выполнять преступные указы киевской власти И уйти в отставку В противном случае вы можете закончить Как Василий Зеленчук Который вчера также пострадал от активистов нашего боевого крыла О готовящихся акциях запугивания чиновников предупреждало руководство СБУ Говорит мэр Херсона Но в то же время он раскритиковал работу правоохранителей До сегодняшнего дня мэр Херсона не пользовался услугами телохранителей Миколенко официально заявил, что и впредь охрану нанимать не собирается Остается открытым вопрос, действительно ли оба преступления совершила некое боевое крыло экстремистов Или кто-то просто решил для устрашения воспользоваться ситуацией и присвоить себе такие заслуги Ответ искать следователи Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности телеканал Интер Херсон И это еще не все новости этого дня Вот что узнаете из второй части выпуска Буча в Буче Против кого восстали жители небольшого городка под Киевом Автомобильный левак Кто крышевал нелегальный ввоз десятков тысяч машин в Украину Тучи продолжают сгущаться над отстраненным мэром Бучи Анатолием Федоруком, которого подозревают в масштабных махинациях с земельными участками под Киевом Сегодня с требованием ускорить расследование и ужесточить меру пресечения чиновнику Активисты пришли под стены генпрокуратуры Сейчас Федорук под домашним арестом Но, по мнению пикетчиков, продолжает раскачивать ситуацию в городе Блокирует выплаты бюджетникам и финансирует протестные акции в свою пользу Все это для того, чтобы повлиять на следствие Генпрокуратуре говорят о попытках затормозить расследование догадываются И как раз накануне выдвинули новые подозрения отстраненному мэру Мы вручили ему, поведомили новую подозру С большей количеством незаконно отведенных земель Также подготовлены колпотания Про оборудование, что до него запобежного захода больше суворища Новости из зоны АТО Наш корреспондент Геннадий Вивденко сейчас подпопасный Бои с наемниками там длились целые сутки Выдухнуть бойцом удалось только под утро, и то недолго Как держали оборону? Посмотрите далее Последние две недели противник ведет огонь из орудий и минометов По позициям украинских военных Поэтому приходится оборудовать вот такие сооружения, блиндажи для защиты Блиндаж в два наката способны защитить жизни Блиндаж делают в два наката бревен Плюс пластиковая пленка и два слоя земли Блиндажи могут спасти от 80-ки от миномета То есть 80-й калибр миномет Так как они каждый вечер нас практически обстреливают оттуда С той горы, я уже вам показывал Вот при обстреле мы сразу же все ныряем туда И ждем пока закончится Потому что высовываться опасно для жизни Впереди линии оккупированных Первомайска, Калинина, Ирмина Оттуда выезжают самоходные артустановки Противника и ведут огонь по защитникам Попасной и поселка Золотое Также в ход идет вражеская минометная артиллерия Ведутся обстрелы с 82-х минометов, 122-х минометов Застосовывает противник також и важкую артиллерию, самохидные установки Ну нараза хлопцы держат оборону Заїхали новые незаконные оружие формирования И они сейчас изучают, прощупают нашу линию обороны Где, на каких позициях что-то находится, какие оружия И вообще пробуют нас дістати Несколько часов назад противник попытался атаковать наши позиции силами двух диверсионных групп Одна понесла потери после стрелкового огня украинских воинов Вторая, так называемая группа «Прикрытие» попала на заранее подготовленное минное поле За последние сутки на линии соприкосновения в Попасной погиб один украинский боец Двое были ранены Но враг получил достойный отпор, поэтому с утра здесь пока тихо Ближе к третьему часу дня в районе украинских позиций взрываются вражеские мины Более ожесточенных атак боевиков ожидают ближе к вечеру Новый глубокий блиндаж должен быть готов уже завтра По дороге от передовой вражеская артиллерийская канонада только усиливается А о том, кто нажился на строительстве знаменитого проекта «Стена» и что им за это грозит, мы узнаем уже в феврале Глава НАБУ Артем Сытник пообещал к тому времени предоставить первые итоги расследования уголовного дела В бюро заявляют, нарушение есть Напомню, на строительство распиаренного оборонительного сооружения экс-премьера Яценюка «Европейский вал» потратили 120 миллионов бюджетных гривен Более 10 тысяч автомобилей незаконно завезли в Украину из-за границы Об этом заявили в прокуратуре Львовской области Известно, что таможенники вносили в электронную систему заведомо ложные данные Это позволяло иностранцам пересекать границу без оформления пошлины Таким образом, граждане-нерезиденты возили машины с января по сентябрь этого года Сейчас следователи считают убытки В Харькове назревает архитектурный скандал Вместо снесенного памятника Ленину на главной площади города может появиться новый монумент Какой именно, это местные власти, похоже, уже решили сами, не посоветовавшись с харьковчанами Ситуацию разбирались наши корреспонденты На реконструкцию площади свободы харьковские городские власти планируют потратить 25 миллионов гривен Что именно поставят вместо Ильича, решили определять самостоятельно, без горожан Объявили о проведении блиц-конкурса Но общественники говорят, на самом деле готовое решение у мэрии уже есть Вот это колонна Но тут возмутились горожане Говорят, площадь вместе со зданием Госпрома и университета – мировой памятник модернизма И относиться к нему надо бережно Самый честный поступок – это не трогать руками Не вмешиваться в это пространство Это кощунство Молодые архитекторы предлагают спросить у самих харьковчан Памятник кому или чему они хотят видеть в сердце города А активисты собирают подписи под обращением городскому главе Просят выбирать проект реконструкции на крупном международном конкурсе Потому что я не хочу, чтобы мою площадь уродовали Правнучка знаменитого харьковского архитектора Алексея Бекетова тоже против скоропалительных решений Эта площадь знаковая для Харькова, знаковая для харьковчан И поэтому хочется, чтобы лицо города, какой эта площадь является, было достойным В мэрии же уверяют, рассматривают все предложения А активистам предлагают взять и оплатить из своего кармана гонорар международному жюри Если у активистов есть несколько сот тысяч долларов лишних Они могут предложить их в качестве призового фонда Это международного, как им хотелось бы, конкурса Уже в понедельник свои требования харьковчане передадут мэру Говорят, не прислушаются, будут судиться И даже готовы лечь под бульдозер Ольга Теребинская, Светлана Шакера, Александр Яновский Подробности, телеканал Интер, Харьков Шесть погибших, более сотни раненых Возле немецкого генконсульства в Афганистане взорвался заминированный автомобиль Ответственность за теракт взяла на себя движение «Талибан» Ранение получили только местные жители Дипломаты не пострадали Здание консульства охраняют военные НАТО Чтобы помнили, мир сегодня отмечает день поминовения Всех павших в войнах и конфликтах Дата важная, для многих личная Ведь ветераны есть почти в каждой семье Оксана Кундеренко побывала на памятных мероприятиях в Лондоне Посмотрите ее репортаж День памяти павших, день перемирия, маковый день Как бы ни называли эту дату Сегодня во многих странах вспоминают ветеранов всех войн Именно 11 ноября 1918 года Германия и Антанта подписали перемирие в Первой мировой Памятные церемонии проходят по всей Европе Но масштабнее всего в Великобритании Здесь целый месяц все цветет красным Маки в петлицах, на автомобилях, брелоки, шарфы Продаются на каждом углу Таким образом, и средства на благотворительность собирают И спасибо, говорят Оба моих деда сражались в Первой мировой Один в медицинском батальоне, а другой в авиации Вот я принесла крест, чтобы поставить в память о мамином отце А мой папа в память о своем Каждый крест это чье-то имя Это тот случай, когда никто не забыт Неважно, воевали ли родственники, граждане королевства знают Какой ценой достается мир Видеть столько людей, столько молодых людей Которые благодарны своим ветеранам Даже спустя столетия Чувство непередаваемое Очень и очень теплое То, что нам с вами знакомо Как праздник со слезами на глазах С той лишь разницей, что здесь На Туманном Альбионе Акцент делают не на том, что было Во время войны, а на том, что Все-таки установился мир Это было ровно в 11 часов 11 дня 11 месяца И каждый год в это время Страна замирает в минуте молчания Члены королевской семьи Уже традиционно присутствуют на подобных акциях Мужчины голубых кровей И сами военные, и сами ветераны Не исключение молодой принц Гарри Воевавший в Афганистане Рожденной Англией, как сон Мираж, как небыль, как воздух Отражание и странно В нем смех друзей, их лица и покой в сердцах Там, под английским синим небом Во Франции цветы к мемориалу Возложил президент Франсуа Алант В Австралии прошел военный парад Даже сборная Англии по футболу Отдала дань памяти военным В Лондоне сама королева В воскресенье принесет букет красных маков К памятнику мероприятия продлятся все выходные Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин Подробности Британское бюро Телеканала Интер И практически ни одного часа У нас в последнее время Без новости от Дональда Трампа Мы сегодня уже рассказывали вам о его реакции На акции протеста в Америке Против его избрания президентом Видимо негатив этого дня Дональд Трамп решил перебить Другой громкой новостью И начал говорить о своих первых назначениях Какие должности имеются ввиду И какие фамилии прозвучали Давайте спросим у Дмитрия Анопченко Он с нами на связи Дмитрий, приветствую тебе слово Леш, ну на самом деле сложно сказать пока что Какие должности, какие фамилии Потому что Дональд Трамп верен себе Он держит интригу Появилось только сообщение у него в Твиттере О том, что busy day is planning in New York Такой сложный напряженный день Сегодня будет в Нью-Йорке Я намерен в ближайшее время Видите, он не говорит сегодня Он говорит в ближайшее время Объявить о ключевых кадровых назначениях В моей администрации Есть информация, которую распространила Телекомпания CNN Конечно же, это эффект разорвавшейся бомбы вызвала По данным CNN, именно сегодня Вот как раз именно сегодня Могут быть названы многие фамилии В частности, CNN прогнозирует Что один из ближайших советников Трампа Бывший мэр Нью-Йорка Человек очень популярный Поскольку это мэр времен 11 сентября Человек, который спасал город от последствий теракта Руди Джулиани Может быть назначен государственным секретарем Информация несколько спорная Потому что вчера сразу несколько влиятельных газет Нью-Йорк, Таймс и Политика Написали о том, что господин Гинрич Бывший руководитель палаты представителей Может занять этот пост В любом случае Речь идет о том, что в самое ближайшее время Трампу стоит сформировать И придется сформировать новую команду О том, что от 4 до 5 тысяч чиновников Будут заменены Ну вот сегодня уже очень прозрачный намек был сделан Источники из окружения Трампа Сказали о том, что Лишь те, кто не перешел Вот эту красную черту Лишь те, кто не был против него Даже из стана республиканцев В ходе этой избирательной кампании Получат новые должности Ну кто это будет? Пока что загадка В любом случае Вот сенсация единственная Это уже озвученная CNN Фамилия Руди Джулиани Как возможного нового государственного секретаря Ну опять же повторюсь Пока что все это еще не подтверждено Это даже штаб Трампа никак не комментирует Поэтому остается только быть Вот кому в Нью-Йорке Кому здесь Как мы в Вашингтоне Около Белого дома И ждать, ждать новостей Коллега? Ну даже если не подтверждено Ничего не мешает нам проанализировать А что несет Украине Это возможная связка Трамп Джулиани Поговорим об этом обязательно С гостями-экспертами И черного зеркала Уже совсем скоро Дождитесь А пока благодарим Дмитрия Новченко За работу Спасибо коллега Ну и к другим новостям Из-за рубежа Менее серьезным конечно Поющее шоссе в Китае Прием для бездомных в Ватикане Обо всем этом узнаете Из нашего международного обзора Асфальт, виниловая пластинка, шины, игла В Китае успешно протестировали Поющее шоссе Дорога исполняет гимн Ода к родине Главный секрет в покрытии На нем сделаны разноуровневые оборозки Которые при трении издают звуки Мелодия слышна в салоне авто При этом ни его марка Ни особенности конструкции машины На качество музыки не влияют Основная задача поющих дорог Не дать уснуть водителям Сентиментально и лирично Президент Филиппин Родриго Дутерто И премьер-министр Малайзии Наджи Прозак Спели вместе в караоке Политики исполнили хит 70-х годов Ша-ла-ла-ла-ла Популярной датской рок-группы Малайзийский премьер Даже пританцовывал под зажигательные ритмы Потом Дутерто удивил еще больше Он спел лиричную песню «Ветер под моими крыльями» В начале 2000-х она стала Самой популярной композицией Исполняемой на похоронах в Великобритании Папа пригласил бездомных в Ватикан Франциск принял около 6000 обездоленных Из 22 стран мира Гостями были не только те, кто лишен крова сейчас Но и те, кто раньше был бездомным Но сумел справиться с тяжелой ситуацией Папа Франциск подчеркнул, что бедные нерабы И должны сохранять достоинства В самых тяжелых обстоятельствах Потом Франциск даже извинился Перед присутствующими От лица христиан, которые, встретившись с бедным человеком Прошли мимо Аудиенция завершилась молитвой «Отче наш», которую папа прочитал совместно с шестью бездомными Американские инженеры создали солнечные панели Которые вырабатывают питьевую воду из воздуха Автономное устройство конденсирует влагу И производит около пяти литров воды ежедневно Такого количества достаточно для семьи из трех человек в сутки Изобретатель-американец Коди Фризин Надеется, что это коренным образом Может изменить жизнь в бедных странах Африки И Латинской Америки Умный принтер превратит любого в художника Такое необычное устройство придумали студенты из Эстонии Правда, понадобится и смартфон, а также специальное приложение Именно оно контролирует правильные координаты рисунков Разработчики обещают, уже совсем скоро чудо-принтеры можно будет купить в магазинах В оккупированном Крыму УФА и в дальнейшем не будет проводить официальное футбольное соревнование Это принципиальная позиция, заверил глава организации Александр Чеферин на встрече с президентом Украины Петр Порошенко, в свою очередь, поблагодарил Ассоциацию за финансовую помощь детям, потерявшим кровь из-за военных действий на Донбассе Позже Чеферин встретился с премьер-министром Владимиром Гройцманом и представителями Украинской Футбольной Федерации Чиновники обсудили проведение в Киеве финала Лиги Чемпионов в мае 2018 года Премьер подчеркнул, что столица готова принять решающий матч самого престижного клубного турнира Европы Проведение финала Лиги Чемпионов в 2018 году для нас это очень важный проект, амбитный Но Украина до него готова, я глубоко уверен в том, что мы проведем все необходимые заходы Для какого-то лучшего проведения Лиги Чемпионов в мае Киеве Мы отдали Киеву право проведения финала Лиги Чемпионов, потому что знаем, вы справитесь Уверен, это будет настоящий футбольный праздник На этом с подробностями сегодня все, но это не конец нашего информационного вечера Напоминаю, всего несколько минут разделяют нас с вами от старта политического ток-шоу «Черное зеркало» В его студии встретимся уже совсем скоро, дождитесь, пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok